Привитос Амигос, произошло странное такое дело, мне на почту скинули колючек от данной игрульки Half Dead. Значит, в письме, ну, со второго монитора читаю, написано следующее. Добрый вечер, понравилось ваше видео о статуис. Поэтому хотелось бы передать ключ от нашей новой мультиплеерной игры Half Dead. Дальше идет ключ. Это версия раннего доступа, но, надеемся, вам понравится, удачи вашему каналу. Сразу вопрос, смотрел ли этот человек видос о статуис, потому что я игру обосрал там просто крайне сильно, в общем-то, и понравится. Если он, разработчик, понравится ему тот видос, не мог вообще никак. Вот, если он, конечно, не хочет, чтобы эту игру простигла та же участь. Ну, в общем-то, может быть, любой пиар это пиар. Или я подумал о том, что, может быть, нельзя записывать игру с ранним альфа-доступом, а я ее запишу и выложу, и они мне страйков накидают в отместку, типа, отомстили. Но в любом случае, я думаю, что партнерка, если что, вопрос утрясет, так или иначе, что ключ мне прислали. Вообще, Room 710 Games, это отправитель письма, то есть, ну, видимо, это и есть действительно разработчик. Но, что странно, письмо написано на русском, а в игре русского языка-то как раз и нету. Но это первый случай, когда со мной связывается разработчик. Вернее, нет, уже второй, но во втором случае непонятно, пока немножко что от меня хотят. Так что, ну, надо пользоваться случаем. Говорун-птица важная, может быть, может быть, мне как Блэк Сильверу начнут кидать ключи, а я буду играть одним из первых во всякие игрульки. И стану очень крут. Ладно, аминь, давайте посмотрим, что тут. Сюжет игры о том, что снимается телешоу про нереально жестокую, жестокую фигню всякую, что тут люди умирают, типа, и вот так от борода. Не знаю, почему у Дифигулт Изи стоит. Мод стандартный, диагональный. Ладно, давай стандартный. Значит, тут всякие ловушки, как я понял, тут попробуй выберись. Я пока мультиплеер не буду запускать, да, я вообще сомневаюсь, что там кто-то есть. И коли уж это ранний супер альфа доступ. Так, чувствительность низкая. Это мне напоминает фильм Куб. Что это написано? AO3. О, у меня есть ноги, смотрите. Это напоминает мне фильм Трон. Трон и Куб сплелись в одну игру. Вообще графика неплохая. Ну, видно, что это движок не самый такой донный. Может, не самая периферия, но наверняка какой-нибудь Unreal Engine как минимум. Третий, наверное, не четвертый, потому что четвертый он такой подразмытый. Что ж, в фильме Куб надо было считать цифры. Но в один прекрасный момент щитовода немножко схемы подвела и его распидорило, скажем так. Что-то не очень понимаю. Подождите, я себя в центр встану, что будет? Отражений нету в поверхностях. Ну ладно, это все-таки не очень именитый разработчик. Можно такой простить. Если учесть, что в Rainbow Six нету отражений. Открыто достижение. Смотрите, открыто достижение. You found one tap. О, блядь. Охуенное достижение. Открыто достижение. Жареная жопа. Как потухнуть-то, ёб твою мать. Где комната с водой? Чё делать? Охуенно. Я просто сгорел и сдох. Хитрый жопый разработчик тут мочканул мне. Типа, это, открыто достижение. Пока я читал, за что его дали, мне мою жопу зажали. Да, это фильм Куб, однозначно. Примерно то же самое. То же самое ебанин там происходило. До поры до времени, пока, конечно, фильм Куб не скатился в говнецо и не сделал комнату с замедлившимся временем, что полная лажа. Что? Бигайнер Скаут? Прежний разведчик, что ли? Или первый? Или что? А если я сюда хочу? Хер там, да? То есть, это комната 4. А в какую мне надо? Это комната 5. Какая-то нормально. Комната 6. Опа, опа. Что это такое? Опачки, смотрите, смотрите. Это просто Resident Evil. Ну, теперь-то я могу здесь пройти. А-а-а, надо было вовремя выйти отсюда. На, ну все. Можно было и побыстрее сделать ловушку, потому что, ну... Комната 06. Ну, ловушки здесь почему-то не в каждой комнате. Неизвестно по какому принципу они срабатывают. Ах ты, ебаный, насрал. Маленький скаут-разведчик. Ну, и что делать? Надо открыть дверь, наверное, чтобы сквозняк был. Все, я вздохнулся и помер. Я не могу понять, по каким принципам узнавать. Можно мне войти в таком-то или нет? Давайте глянем мультиплеер. Может, я попаду в компанию более умных людей. А-а-а, я даже создам. Бесполезный гейм. Изи. Интересно, а на Изи-то что? Может быть, на Изи будут какие-то подсказки? Стандартный, медиум. Диагональный, это поперек, что ли? Ну, я так понимаю, что они теперь смогут ко мне коннектироваться. Да нет, это альфа-доступ. Вряд ли. Сильно вряд ли, что кто-то сможет войти. Я просто вот вообще... Идея-то интересная, потому что и фильм Куб довольно интересен. Все три части, в общем-то. Но я не очень понимаю концепцию, как... 203. Как выявлять ловушки, как определять, можно ли тебе туда пойти? Подсказаний-то нету, обучения нету, ничего нету. Вот вроде бы неподозрительная комната, да? Ничего. Ну, это халява, когда в комнате все двери открываются. Слушайте, мне кажется, что я в сетевой игре вообще все двери открыты, наверное, чтобы... Я вообще ни одной красной двери... Что это было? Ни одной красной двери, смотрите, они... О, пиздец. Опять это говно. Да ладно, ну как же так? Да. Я что-то не врубаюсь. В суть загадка. Загадка-то в чем? Подождись. Ладно, давайте все равно никто не войдет. Тем более сейчас время 2 часа ночи. Я сомневаюсь, что надо попробовать сольно. Синглплеер. Изи, давай идти. Изи оставим. Хорошо, пусть будет изи. 5 на 5 это 5 комнат прямо 5 комнат вбок. А смысл-то... Как пройти игру? Вы... А, у вас есть ботинки, чтобы проверить комнату? А как их? Ага. Это на Г. Ну вот это понятно. Ну вот теперь понятно. Подсказонька появилась первая в загрузке. Но мне кажется, что подсказонька должна была появиться... Появиться где-нибудь немножко раньше. Потому что... Хотя бы перед игрой. Ну это фильм Куб. Там также ботинки кидали. На шнурке, чтобы обратно забирать. А здесь, то есть у вас есть 2 ботинка. Если вы кинете и захлопнется ловушка. Но это безопасная комната. Если... То есть ловушка сработает. Вы ботинок свой уже не заберете. Комната с СОЯ. Ну в отличие от статуи, с этого мне нравится. Вот, видите? Открыто. You found. Life traps. 5. Пятую ловушку я нашел. Должны были достижения просто. Стрелять, колотить. Насрать мне в лапте. Ага. Прикольно. Ну и долго там эта, блядь, дискотека будет? Можно я заберу один ботинок свой? Пожалуйста. Походу хрен нарыло. А если я обойду эту говно? Нормально. Ну, две подряд быть не может ловушки. Согласитесь, что это было бы странно. 5 на 5. А я, по-моему, уже больше 5 комнат вообще-то прошел. Вдоль, по крайней мере. То есть 5 на 5, это получается 25 комнат. Я правильно понимаю? 5 и 5, 25. 25 комнат. И непонятно. Ой, жопой чувствую, что здесь вот залупа какая-то сейчас будет. Да, жопа меня обманула. Так вот, я так понимаю, что вот в ту сторону я идти больше не могу, раз дверь красная. Сейчас, смотрите, я здесь открою. Заодно открою здесь. Можно быстрым бегом, кстати, бегать. Да, видите, боковая дверь красная. Все. И туда. То есть сейчас вот эта угловая комната данной конструкции из 5 на 5. То есть я, получается, да, в голове рисую карт. Смотрите, сейчас ловушки нет. Сейчас за следующей дверью тоже вот эта вот сторона левая будет красной, получается. Так, не понимаю, надо все комнаты пройти или что? Да, это угловая комната. Тогда нахрен я пойду в эту. Если я знаю, что у меня сзади две безопасные есть, я просто обойду ее. Потому что вот эта комната, мне кажется, точно с засадой. Пока что я видел два вида ловушек. Огненная, газовая. А, три вида. Что-то пролетело, мне показалось. Не очень-то раскрыта суть телешоу. Эта комната выглядит довольно необычной. Нет, она выглядит такой же. А в кубе, по-моему, они хотя бы цвет меняли, да? Вот, смотрите, что происходит. Огнемет. Огнемет, да, но через дверь видно даже огонь. Но комнату не огородило, и ботинок мой не сгорел. Он очень медленно крутится. Ага, то есть я успею забрать свою обувь. А тот я ботинок просрал, то есть последний, да? Ну, получается, я могу пройти здесь. Это довольно лайтовая ловушечка. А вот если играешь толпой, то у вас гораздо больше ботинок, и вы сможете, ну, пройти. Если вообще есть логичное завершение у всего этого, у всей этого каналиада. Ну, вот я, смотрите, с 5 на 5 я уже из одного угла в другой пришел. Мне осталось только одну сторону, две стороны и центральной комнаты. И причем здесь нету каких-то головоломок, нету чего-то такого, что надо решать. Просто ходишь, бросаешь ботинок, то есть если ловушки нету, идешь, если ловушка, не идешь. То есть задумка неплоха, но в целом-то это тупо. Это скучно, это вообще нихуя не весело. Знаете, есть такие квесты в интернете. А, ну, например, комната, да, The Room. Вот есть браузерные квесты, выйти из комнаты. Вот что-то такое, было бы интересно, что надо было как-то решать какие-то задачки, но просто ходить и кидать ботинок. Не, ребята, это не выстрелит нифига. Не, ну я понимаю, что это альфа и все дела, но что в конце-то? Вы уже, они уже придумали, что? Чем эта игра может закончиться? Может, надо просто все ловушки разминировать? Оу, привет-привет. Значит, я тут уже ходил. Да, довольно странная игра. Игра настолько странная, что я даже не знаю. А где мой ботинок-то? Ага. Здесь ботинок светится, но и уровень есть светится, потому что можно его и провафлить. Вот в этой угловой комнате я не был. Да, я уже хожу, понятное дело, кругами. А что, интересно, изменится, если я выберу Hard Mode. То есть, как тут сложность ловушки речи срабатывать начну, что ли? Игра странно называется Half-Life, это половина жизни, а Half-Dead, это половина смерти. Да, пошла ты. Две одинаковых ловушки сделали? Молодцы какие. Отжарь меня полностью, сучара. Так, а это всё ещё сетевая хуйня, да? Сингл-плеер. Смотрите, Hard. 8 на 8, посмотрим, что будет. То есть, появятся какие-то новые ловушки. Или их так и будет три вида. Вообще, есть единственная подсказка, это касается ботинок. То есть, кроме как с помощью ботинка, появился я в центре, судя по тому, что... На, те хуй в томате. Что мешает газу сюда пропасть, интересно? Эти прутики, что ли? Я так понимаю, что синий лазер означает, что ботинок-то... Быстрее крутиться они не стали. Но частота ловушек мне нравится, это уже поинтереснее. Но всё равно, мне кажется, что надо дать такие ловушки, которые внесут элемент геймплея, чтобы уворачиваться, надо было бегать. Там, не знаю, пол какой-нибудь там с нажимными пластинками, которые надо выявить. Высчитать правильный. То есть, что-то такое, а не просто ходи и кидай ботинки. Ботиночек. Эту ловушку я называю амбрелла. А, эту ловушку я называю красная королева. Красная промежная королева. Да ладно, опять? А, о как. Здесь-то хоть не вылезет? Они одноразовые, да? Странно. Кукуёпта, интересно. Разрезала бы они на части меня или нет? Насколько я помню, в фильме ловушки перестали реагировать на ботинок, и на этом тоже кто-то погорел, не слабо. Играющий причём подвисает. Если ты находишь ловушку. Ну, чё происходит? Дожди-то. Упала, упала. Упала-то 4 блина. Ну, вот это, видимо, вентиляция какая-то, что ли? А, типа воздух? Да как, да бред. Дверь открывается, воздух поступает. Вот эти херовинки отвалились. Я не знаю, что это делает. Ну, не очень понятно. Да, пошла ты в задницу. Блядь. А, она отсюда туда пошла. Понятно. Короче, понятно. Игра по мотивам фильма Куб, это, конечно, знатно, но надо как-то над геймплеем поработать, потому что ходить и кидать ботинки, это явно не то, во что большинству людей захочется играть. Вот. То есть надо что-то, какой-то элемент головоломок-то на адекватный придумать там что-то. В фильме Куб они всё-таки какие-то номера считали, прежде чем войти в комнату. Вот. А здесь этого, по-моему, нет. Ну, может, я что-то не говорю. Ну, в общем, можете тоже написать, что думаете. Вообще, что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Короче, адьё.